МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире областного телеканала АИС международная информационная программа «Середина Земли». Новости соседних регионов и стран расскажу я, Никита Митрюков, и коротко о главных темах этого выпуска. Снежная пора. Более 12 тысяч кубометров снега вывезли с дорогу Лан-Удэ. Итоги года. Какие проблемы обсуждают Забайкалье перед наступающим праздником? В школу на Канатке. Школьники из горного района под Чуньцином добираются до места учебы через парк аттракционов. Обеспечить себя и других. Предприятия Монголии планируют полностью закрыть потребность страны в продукции из полиэтилена. Досматривать любого, кто вызовет подозрение, и вскрывать автомобили без согласия владельцев. Российским полицейским хотят давать больше полномочий. Причем поправки в закон о полиции подготовили представители самого МВД. Доверяют ли стражам порядка жители Бурятии? Смотрите в сюжете корреспондента телеканала Тевиком. Полицейским могут разрешить досматривать подозреваемых в воровстве. Значит ли это, что обыскать могут любого? Также полицейским хотят дать полномочия вскрывать автомобили в том случае, если внутри находится подозреваемый или же без присмотра оставлен ребенок. Третья причина – вскрыть машину, если существует угроза теракта. С одной стороны так-то правильно, но с другой стороны там могут быть, скорее всего, всякого рода тонкости, которые могут им позволять больше выходить за пределы полномочий. Задача полицейских – защищать права простых горожан. Однако в республике недоверие к сотрудникам правоохранительных органов сложилось неспроста. Взять, например, сотрудника в ГАИ, которым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Напомним, по мнению следствия, инспекторы ДПС применили силу в отношении директора автомойки. Люди боятся незакона, ну, по крайней мере, у нас в республике водители транспортных средств. Они опасаются злоупотребления. Поэтому, значит, нужно дождаться, когда будет этот закон, и проработать сотрудникам МВД, ну, ГИБДД в частности, да, каким образом это будет исполняться, чтобы водители были предупреждены, да, вот так законно, вот так незаконно. Начнут ли полицейские злоупотреблять своими полномочиями или проработают все тонкости – покажет время. Пока же законопроект не вступил в силу. Его еще предстоит рассмотреть в первом чтении. Илья Бельков, Евгений Павлов. Середина земли. Бурятия. Гололедица на дорогах заставляет жителей Бурятии все чаще ходить пешком. Последствия осадков – вот уже который день устраняют коммунальщики. Работу осложняет запрет на использование реагентов. Как справляются, хватает ли техники и все ли участки дорог безопасны для автомобилистов, расскажет Мария Латышева. Проезд заводской дорожники штурмуют уже второй день. За сутки отсюда вывезли 60 кубов снега. Грузчики говорят, снега нынче меньше, чем в прошлом году. Но убирать его тяжелее. Ну вот таких машин штук 8 за смену. Мы работаем с 6 до 5. Снег уже снижавшийся, тяжело. Да, да, да. При поезде, вот видите, снимать его этим кофтам. Так вот и не берется. Ну а так ничего, справляемся. С наступающим всех горожан. Всего в одном железнодорожном районе с 4 утра на дороге выходят 5 пескоразбрасывателей. Грейдеры работают в ночь в комплексе с тракторами-щетками. Сейчас на данный момент все дороги просыпаны. Аварийно опасные участки все просыпаны у нас. Сейчас отрабатываем по заявкам. Идут некоторые заявки у нас на диспетчерскую службу. Ежедневно чистить наши улицы выходит порядка 150 человек. Техники в три раза меньше, около 55 единиц. Но в комбинате по благоустройству, говорят, в принципе, этого достаточно. Сейчас обеспеченность грейдерами в комбинате нормальна. С любым слегопадом справимся своими силами. У нас еще немножко недостаточно автомобилей-пескоразбрасывателей под расчетных цифр. Ну и так вы видите, что у нас их всего 17. Должно быть порядка 30. Всего с городских дорог вывезли уже больше 12 тысяч кубометров снега. А песка израсходовали около 8 тонн. В комбинате по благоустройству не расслабляются. Уже завтра в Улан-Удэ обещают морозы. А все ближайшие дни будет идти небольшой снег. Итоги года подвели на рабочем совещании в администрации Забайкальского края. Лучшим работникам в разных сферах деятельности, от науки до предпринимательства, вручили государственные премии губернатора региона. Не обошлось и без обсуждения острых вопросов. Подробности в нашем следующем сюжете. Традиционное рабочее совещание в краевой администрации глава региона Александр Осипов в этот раз начал с подведения итогов 2018 года и награждения особо отличившихся представителей различных сфер деятельности. Год был непростым, но я думаю, в любом случае в нем были и хорошие события. Поэтому будем его провожать с благодарностью. И всегда есть люди, вклад которых наиболее очевиден в развитие края, в жизнеобеспечении, в помощи, поддержке людей. И мы приняли решение организовать награждение государственной премии Забайкальского края, таких людей, на которых, как говорится, земля держится, которые долгими годами служения, труда, показали, что главная для них ценность – это развитие родного края. Государственными премиями губернатора региона были награждены представители науки, спорта, медицины, предпринимательства, промышленности и многие другие. Такая высокая оценка их работы, безусловно, не оставила равнодушными никого из награжденных. Хочу выразить слова благодарности вам, Александр Михайлович, всему правительству Забайкальского края, организаторам, за те теплые слова, за те поздравления и за то, что вы высоко оценили наш труд. После торжественного вручения премии перешли непосредственно к обсуждению насущных вопросов. Среди них – предстоящие новогодние праздники. В крае планируется провести 6 тысяч тематических мероприятий. Особое внимание обратили на безопасность их посетителей. Не обошли стороной вопросы социальной сферы. По последней информации, в следующем году будет закончено строительство школы в Сахандо и 16 яслей по всему району. Кроме того, на финальной стадии находится и решение вопросов по выплатам компенсации и вручению государственных жилищных сертификатов для пострадавших от паводка. По дорогам на заседание правительства проект распоряжения подготовлен, вынесен. 26-го должны будут решения принять. По жилищным сертификатам на 123 сертификата сегодня в правительстве двумя распоряжениями будут документы внесены. Мы согласовали вариант подписания в рабочем порядке не на заседании правительства. Не обошли стороной культуру. 2019 год указом президента объявлен годом театра. Главную забайкальскую сцену, а именно краевой драматический театр, именно в этом году реконструируют. На эти цели уже выделен 1 миллиард рублей. В завершении совещания Александр Осипов поздравил коллег с наступающим Новым годом и посоветовал присутствующим приложить все силы, чтобы праздники в регионе прошли без происшествий. Рост от 175 сантиметров, 100% здоровье, горячее желание служить Родине – это основные критерии при отборе призывников в одной из элитных армейских подразделений роту почетного караула. В Чите присягу приняли 18 новобранцев. Им предстоит служить в роте почетного караула в столице Забайкалья. Готовы ли они к работе в элитном подразделении? Об этом материал моих коллег в Чите. Высокие, подтянутые, максимально собранные. Сегодня у 18 из них ответственный и волнительный день – принятие присяги. Вместе с призывниками в торжественный момент командиры, сослуживцы и, конечно, родные и друзья. Ребят призвали на службу чуть больше месяца назад. И вот сегодня новый этап их армейской жизни. Я, Маков Максим Вячеславович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации. Клянусь соблюдать Конституцию, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость. В конституционный строй России, народ и Отечество. Многие из ребят даже мечтать не могли, что попадут в элитное подразделение – роту почетного караула. Служить здесь всегда было особой честью. Никак нет, не думал, нет. Я даже не знал о таком подразделении. Во-первых, это большое волнение, а во-вторых, это гордость за свою страну, за себя, за своих родителей. А вот Четинец, выпускник Забайкальского госуниверситета и артист балета-ансамбля песни и танца Дома офицеров Вадим Цебанько, надеялся, что попадет служить именно в роту почетного караула. Большая честь была для меня, что я принимаю присягу именно в музее Дома офицеров. Мне кажется, главное мероприятие для любого военнослужащего рода почетного караула – это 9 мая. С доблестью отшагать, красиво, стройно, чтобы все было достойно. Впереди у ребят месяцы серьезной подготовки и усердных тренировок, ведь именно им предстоит участвовать в торжественных мероприятиях, впечатляя своим мастерством владения оружием, синхронностью движений, идеальным стройным шагом. В основном, конечно, идет вся нагрузка на специальную подготовку. То есть у них всегда плац, плац и плац. Ну, немаловажна также военно-политическая работа с ними. Мы проводим лекции, проводим беседы постоянно. Ну, а пока теплое объятие с родными и друзьями. Многие смогут увидеться только через год или раньше, наблюдая за своим сыном или братом во время Парада Победы на Центральной площади 4. Коротко о других заметных новостях соседей при Ангаре. Улан-Уденцы будут отмечать Новый год трезво. Акция здорового образа жизни проходит с 2012 года. В этом году на самый трезвый корпоратив собрались 73 человека. Гости вечеринки попросили организаторов продолжить традицию трезвых праздников. Фонд «Нет алкоголизма и наркомании» планирует встретить безалкогольный всемирный женский день. Забайкалье и Бурятия могут получить 3 миллиарда рублей на социальное обустройство в следующем году. Дополнительный межбюджетный транспорт стал возможным благодаря переходу регионов в Дальневосточный федеральный округ. Сумма помощи будет зависеть от готовности проекта. Перечень объектов реконструкции должен быть направлен в федеральное правительство до 15 февраля. Монгол стал золотым голосом Китая. Высшая награда работников культуры КНР была вручена певцу и композитору Тенгеру. Миллионы китайцев спели вместе с солистом композицию «Я монгол». Стихотворение известного монгольского поэта звезда положил на музыку еще в 18 лет. Именно этот гимн народа принес артисту известность во всем монголоязычном мире. Далее в программе другие интересные новости соседних стран. Монголия ежегодно импортирует полиэтилен на сумму более 300 миллиардов тугриков. Однако эту ситуацию могут исправить внутренние производители. Сколько компаний сейчас работают в отрасли и какие меры поддержки необходимы, расскажут мои коллеги в Монголии. По статистическим данным, Монголия ежегодно импортирует продукции из полиэтилена на общую сумму около 330 миллиардов тугриков. Монгольские предприятия обеспечивают только 30% всей потребности в упаковке. Другими словами, они используют 60% мощности. Если правительство поддержит внутренних производителей, они готовы полностью обеспечить запрос страны на упаковочные изделия. Мы вполне можем конкурировать с зарубежными производителями. Если будет достаточное количество заказов, то по цене тоже можем предоставить определенные скидки. По данным главного таможенного управления Монголии, в 2014 году продукцию из полиэтилена импортировали на сумму около 160 миллиардов тугриков из более чем 17 государств. Еще 100 миллиардов составила сумма импорта наклеек и табличек. Для перевозки жидкостей наша компания производит различные канистры, сырье для которых мы завозим из Южной Кореи. Мы специально делаем их горловины широкими, чтобы можно было их мыть и использовать вторично. В масштабах государства около 30 предприятий занимаются производством полиэтиленовых пакетов, картонных коробок, бумажных и сетчатых мешков, а также посуды. Сегодняшнее совещание направлено на то, чтобы определить политику в области производства упаковочной продукции и разработать правовые нормы. Полностью заменить импорт вряд ли удастся, но хотя бы сократить его и сэкономить средства – вот главная задача, стоящая перед отраслью. Галина Соболева, Намхайдам Дюнсурен, Середина земли, Монголия. Поезда в Китае развивают скорость до 350 км в час, например, на отрезке между Пекином и Шанхаем. Однако это не предел для китайских железнодорожников. Проектная скорость новейших локомотивов серии «Фусин» – 400 км в час. О том, что предстоит сделать, чтобы преодолеть и этот скоростной рубеж – в следующем репортаже. 25 лет назад китайские специалисты приступили к исследованиям и разработкам, которые сегодня вывели КНР на первое место по протяженности высокоскоростных железных дорог. В конце 2017 года этот показатель достиг 25 тысяч километров, что представляет собой две трети от всех действующих скоростных железнодорожных сетей в мире. Результат был достигнут кропотливым трудом и смекалкой. Сначала международные электропоезда семейства EMU не соответствовали требованиям маршрута и условиям эксплуатации нашей страны. Необходимо было проводить глубокий технический анализ. Некоторые модели поездов столкнулись с трудностями во время процесса подачи заявки. Решая многочисленные проблемы, мы пришли к выводу, что должны развивать поезда собственного производства, интеллектуальные права на которые будут принадлежать Китаю. Так появились полностью китайские поезда «Фусин». Сегодня по Китаю ежедневно курсирует более 5000 высокоскоростных поездов, которые перевозят более 5 миллионов пассажиров. С 2007 по 2017 год объем железнодорожных пассажирских перевозок в КНР вырос на 127,3%. По мнению экспертов, основу для рывка в области технологий заложила политика реформ и открытости, провозглашенная в Китае 40 лет назад. Железная дорога, как кровеносная система живого организма, обеспечила рост экономики. Экономика продолжает расти вместе с уровнем жизни и появляется необходимость транспортировать людей и товары все быстрее и быстрее. Мы работаем над технологией, которая позволит разогнать электропоезда до 400 км в час. Необходимы определенные инновации и эксперименты, чтобы обеспечить безопасное движение на такой скорости. Дату, когда это станет реальностью, можно сказать только после испытаний. Кроме того, необходим острый запрос со стороны потребителей и всей национальной экономики. Еще один запрос современного мира – зеленые технологии. Инженеры сегодня пытаются создать не только самый быстрый, но и максимально экологичный транспорт. У Китая есть все, чтобы удовлетворить эти потребности. Быстрые темпы развития страны, огромные транспортные мощности и научная база. Школьники из труднодоступного района в 30 км от Чунцина сменили непроходимые горные тропы на канатную дорогу. А крестности реки Фужун славятся своими карстовыми пещерами. С конца 90-х там действует туристический парк. Его руководство по просьбе властей выделяет для учеников местной школы специальные проездные на канатку. По сложной дороге к знаниям вместе с китайскими школьниками прошли мои коллеги. Три часа пешком, чтобы пройти 6,5 км по горной дороге. Для детей из деревни Тунло, неподалеку от Чунцина, школа некогда ассоциировалась не только с умственным, но и с физическим трудом. Тан Юйхан, Тан Шиншин и Тан Дзянчжун учатся в первом, втором и третьем классах в соседнем посёлке Дзянкоу. Тяжёлый переход через горы для них стал привычкой. «Они живут на вершине горы в поселении Жанзявань. Я была в том месте. На машину туда ехать полтора часа. Про то, сколько идти пешком, говорить не стоит. Это очень далеко и тяжело». Из-за крутых серпантинов на горной дороге автобус идёт очень медленно, поэтому им ничего не оставалось, как идти пешком. В горных районах дождливо, поэтому все пути там становятся очень скользкими. После похода по таким трубам у детей вся обувь пропитывалась грязью. Чтобы добраться до школы, им приходилось спускаться четыре с половиной километра с горы, а потом ещё идти два километра по прямой. Вам тяжело было ходить по той дороге? Нет, нормально. Но ведь это горный путь. Мы привыкли. Вы не падали? Было дело, он падал. Больно было? Нет. А что ты делал, когда упал? Я не плакал. В июне 2017 года местная администрация совместно с туристическим парком «Фужун» решили эту проблему, предоставив ребятам и их родителям возможность бесплатно добираться до школы по канатной дороге. Время в пути сократилось до 40 минут. Ребята оживляются, когда вспоминают, как впервые поехали в школу на канатной дороге. Теперь по дороге в школу они делятся интересными новостями и просто любуются красивыми видами. Длина Фужунской канатной дороги более километра. Высота 66 метров. Время в пути 12 минут. В будние дни здесь курсируют 35 кабинок, по выходным к ним добавляют еще 15. Они все смышленые ребята. Большинство из них из очень бедных семей. Однако у них очень сильный интерес к учебе. В школе они ведут себя очень хорошо. На уроках стараются и отлично выполняют все задания. Они молодцы. Вы хотите, чтобы дорога до школы стала лучше? Да, конечно. Хотите, чтобы ее построили? Мы можем позвать людей с нашей деревни. У нас там много ребят. Вы сами будете ее строить? Вы сможете? Мы построим, когда вырастем. Вы потом вернетесь сюда и построите дорогу? Да, сделаем ровную дорогу, чтобы ездить по ней на велосипеде. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями соседних регионов и стран в нашем эфире и в группах телекомпании в социальных сетях. С вами был Никита Митриков. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok